Александра Никитична Михеева родилась около 1875 года в деревне Молодниково и Русского уезда Московской губернии в крестьянской семье. В молодости Александра Никитична подвязалась в троице Адикитриевой Зосимовой пустыни, где несла послушание на общих работах, а также трудилась скотницей. К 1913 году в монастыре подвязались около 280 сестер, были странноприимный дом, богодельня и больница. 1917 год стал переломным в судьбе Зосимовой пустыни. Обитель была закрыта, но монахини не были выселены. В сентябре 1920 года они организовались в сельскохозяйственную артель и сумели продержаться еще 8 лет. Богослужения в церкви продолжались. В мае 1929 года монастырь был окончательно ликвидирован, а монахини и послушницы были выселены из пределов обители, которое подверглось разграблению и осквернению. По закрытию монастырских жилищ сестры расселились по соседним селам и жили своим трудом. Летом часто работали у крестьян, зимой занимались рукоделием на заказ, строчили одеяло, вязали чулки и кружева, шили. Все монахини, конечно, ходили в церковь на службу. Многие читали псалтырь об умерших, некоторые пели наглились в храмах. В селах священники привлекали бывших монашек к хождению поселениям в праздники для совершения молебнов. Вернувшаяся в родную деревню Молодникову и помогавшая матери в крестьянстве, монахиня Александра Михеева не стала исключением. В обвинительном заключении было указано, что Михеева проживает у попа Карепина, арестованного и сосланного ОГПУ за антисоветскую деятельность, с которым имела тесную связь. Велика вероятность, что монахиня трудилась при церкви Покрова Пресвятой Богородицы по гостокремической, пела на клиросе, ходила с отцом Иоанном Карепиным поселом, когда тот обходил приход. Возможно, монахиня Александра служила также псаломщицей, поскольку в списках клириков Можайского векреатства при Покровской церкви указан только священник Иоанн Карепин. При советской власти монахиня Александра Михеева была лишена избирательных прав. Весной 1931 года был арестован и репрессирован священник Покровской церкви по гостокремической Иоанн Карепин. Тогда же власти решили закрыть собор Воскресения Христова в городе Рузи и передать здание церкви под дом культуры. Верующие пытались защитить храм, одной из них была монахиня Александра. 19 мая того же года на волне массовых репрессий духовенства монахиня была арестована органами ОГПУ по групповому делу Игумени Тамары Лихаревой и других. Кроме монахини Александра по делу проходили Игумени Тамара, а также монахини Людмила Кузьмина, Елена Малафеева, Анна Молчанова. Во время следствия заключенные задержались в тюрьме города Руза. В обвинительном заключении монахини Александры Михеевой было указано, что обвиняемые ввели систематическую антисоветскую агитацию среди женщин-крестьянок, посещающих их, используя религию. Среди крестьян она говорила, Бог уже стоит на пороге. В коллективизацию весной 1931 года вела агитацию против колхозов, используя для антисоветской агитацию середнячку Крылову, вела агитацию против мероприятия советской власти по закрытию церкви собора. Следует отметить, что на допросе монахини Александра Михеева даже не старалась отрицать свое негативное отношение к происходившим событиям. В монастыре Зосимова пустынь работала скотницей до войны 1914 года и после, вплоть до 1928 года. С 1928 года в деревне Молодниковой, помогая матери в крестьянстве, священника Карепина я знаю как монашенка. Часто бывала у него в доме, где пила у него чай. В настоящее время он сослан ОГПУ на пять лет в концлагерь. Я как монашка ходила в деревне Молодниковой к знакомым крестьянам-относельчанам и беседовала с ними на религиозные и политические темы. Я как верующая считаю, что власть неправильно делает, притесняя религию. Об этом я говорила с крестьянами. Также и среди крестьян иногда говорила, что власть замучила крестьян разного рода заготовками. Будучи в деревне Федоровки Нарфаминского района в 1930 году, я в группе крестьян говорила председателю сельсовета, зачем вы обираете крестьян. Присутствовавшие крестьяне со мной очень все согласились. Как и все остальные, проходившие по делу монахини, Александра Никитична Михеева виновной себя не признала. Уже 10 июня 1931 года по статье 58 пункту 10 Уголовного кодекса Советской России за систематическую антисоветскую агитацию, направленную к срыву мероприятий советской власти в деревне, используя религию, за то, что обрабатывает женщин-крестьянок в антисоветском духе, выступает против закрытия церкви. Тройкой ОГПУ по Московской области монахиня Александра Никитична Михеева была приговорена к пяти годам исправительно-трудовых лагерей с заменой на высылку через ПП ОГПУ в Казахстан на тот же срок, считая 20 мая 1931 года. На 20 числа мая 1931 года пришелся основной удар по населеницам бывшего монастыря Зосимово и Пустыни. К настоящему времени известны имена 60 человек обители, подвергшихся репрессиям в 1931-1932 году. Немногим суждено было вернуться. Одной из них стала монахиня Александра Никитична Михеева, которая, пережив ссылку и лагеря 8 октября 1954 года в Сергиевом Посаде вместе с другими бывшими населеницами, троица Адикитриевой Зосимовой Пустыни подписала ходатайство об открытии церкви на территории их родной обители. Согласно сообщению монахини Елены Шавыриной, земной путь монахини Александра Михеевой окончился между 8 октября 1954 года и 17 февраля 1955 года на 80-м году жизни, за время которой она прошла горнила страшных испытаний, устояв перед искушениями безбожного времени, испытав заповеди Бога своего и не предав данных перед ним обетов. 31 января 1994 года Александра Никитична Михеева была реабилитирована прокуратурой Московской области. Продолжение следует...